Зимой природа дремлет под пушистым снежным покрывалом, набирая сил, чтобы весной с первой капелью проснуться и вновь радовать всех буйством красок и тонких ароматов. Сугробов с нетерпением уже с поздней осени ждут садоводы, ведь чем они толще, тем теплее спится до весны растением. Пока же зеленые жители отдыхают, люди продолжают подготовку к новому сезону. Наступает время подведения итогов и планирования, ведь когда начнет теплеть, схема действий должна быть полностью готова. А, например, в садовом центре Веры Глуховой уже в декабре высаживают первые луковицы тюльпанов. Работы ведутся в теплицах, где молодым растениям не будет страшен суровый зимний нрав. Чтобы в первый весенний месяц оценить эстетическую красоту нежных бутонов, смогли представительницы прекрасной половины губернии. К международному женскому дню 2018 садовый центр вырастил целое поле тюльпанов. Мы вырастили 150 тысяч тюльпанов и нарциссов. Всего 13 разных сортов тюльпанов. Белые, розовые, красные, оранжевые, махровые. Выбор огромный. И нарциссы пять сортов. Очень необычные весенние цветы. У меня в руках желтые тюльпаны. Желтый цвет – цвет солнца, жизни. И эта ассоциация всегда воспринимается как яркое солнышко. Больше всех люблю желтые тюльпаны. Тюльпаны в сухом виде, без воды, могут 2-3 недели храниться в холодильнике при температуре 2-3 градуса. Сейчас мы их срезаем и укладываем в холодильник, чтобы к 8 марта они были свежие, красивые. Апрель – месяц предшествующей активной работе на участках. Сад просыпается от зимней спячки. И в силах каждого заботливого хозяина ласково его разбудить. От того, насколько своевременно будут проведены сезонные работы, зависит и обильность будущего урожая. Сейчас нужно провести работы по профилактике плодовых деревьев от болезней и вредителей. Используйте медсодержащие препараты. Если почки еще не появились, поэтому спокойно можете их обрыскивать медсодержащими препаратами. Конечно, нужно обратить на все наши декоративные деревья и кустарники. Есть сейчас одно удобрение, называется «От побурения хвойных растений». Сделайте обязательно подкормку, чтобы они к июню месяца уже были изумрудно-зеленого цвета. Мы уже открыли все наши площадки. И в Самаре работают 4 садовых центра. Самый большой, конечно, в Куромыче. Все хвойники мы уже расставили. Здесь и мужевельники, туи, сосны, пихты. В мае время высаживать рассаду в открытый грунт. И период обильного цветения. В белой пене стоят сливы и вишни. По всей округе разносится аромат черемухи. Распускаются яблони, смородина. Отличным дополнением к пейзажу станут кустарники. Рододендроны, азалии и спиреи. «Самое красивое время в саду. Начинают цвести кустарники. Азалии и рододендроны. Каждый год в это время мы не можем налюбоваться вот на такую красоту. Кажется, как может природа такое придумать? Уже более 10 лет на Самарской земле зимуют, живут и цветут рододендроны. И мы поэтому смело предлагаем посадить эти необычайно красивые кустарники. Азалии и рододендроны цветут где-то 2-3 недели. Для них нужно выбрать полутень. Эти кустарники составляют соснами. Не с елями, только с соснами. И нижний ярус под соснами, великолепно цветущие кустарники, для них нужна кислая почва, обильный полив и, конечно, весенние подкормки. И тогда они будут цвести 3-4 недели. Полутени они будут великолепно себя чувствовать. Это листопадные азалии. Даже листьев не видно. Сначала эти кустарники отцветают, а потом появляются листья. Уход за этими кустарниками несложный. Обильный полив, кислая среда, уже зацвела спирея серая грифшайм. Такие ажурные листья и полностью покрыты белыми цветами. Весной она как невеста смотрится. Мне эти кустарники нравятся и летом, в течение всего сезона. Они такие легкие, ажурные, воздушные. Очень красивый кустарник. Можно его использовать и как солитарное растение. И можно сделать, конечно, живую изгородь из этих кустарников. Очень красивые кустарники. Цветут каждый год в мае месяце. Абсолютно неприхотливые. Когда цветет спирея грифшайм, сад наполняется таким нежным ароматом. И все пчелы слетаются на эти цветы. И если май – это первая волна, когда сад наряжается в самые разнообразные оттенки, то в целое море цветов садовый центр Веры Глуховой превращается летом. Перед гостями предстают бескрайние поля гортензий. Все розы цветут, кустарники одновременно цветут. И самое главное – уже начинается цветение гортензий. В нашем садовом центре 63 сорта гортензий. Но сегодня я хочу вас познакомить с новым сортом. Называется «Самарская лидия». И впервые только нашим телезрителям мы презентуем этот сорт. И 7,5 тысяч гортензий продаются в этом году только в Самаре. Обычно гортензии высотой от 1,5 до 2 метров. А этот сорт гортензии где-то 60-80 сантиметров высотой. Цветы раскрываются белым цветом. И очень быстро становятся рубинового цвета. То есть гортензия меняет цвет. И темно-зеленые листья с красными стеблями. Прекрасно зимует эта метельчатая гортензия. Как обычно, для всех гортензий нужен обильный полив. И, конечно, подкормки в период цветения, чтобы они дольше цвели. Эта гортензия крупнолистовая. Круглые соцветия, начиная от розового и переходит голубым оттенком. Разных расцветок соцветий получается. И розовые, и голубые. И самое главное, чем кислее почва, тем более насыщенный цвет и более голубого оттенка получится гортензии. Но можно добавлять именно крупновистовую гортензию, добавлять алюминиевые квасы и получать голубого цвета соцветия. Только их нужно будет каждую неделю подкармливать. В 2018 году садовый центр «Веры Глуховой» принял участие в крупнейших городских проектах, которые стали известны не только по всей России, но и в других странах мира. Несколько сотен и даже тысяч растений были высажены на набережной реки Волга, в Струковском саду, который открылся после реставрации. И последние мили к стадиону «Самара-Арена» стала дорогой цветов. Эта дорога от трамвайного кольца к стадиону «Самара-Арена». И здесь мы посадили 485 гортензий. Сейчас посмотрите, полное цветение всех гортензий. Целый километр красоты. Передо мной сорт «Лаймлайт». Высокорослый кустарник сейчас где-то метр высотой и вырастает где-то до двух метров высотой этот кустарник. Будет цвести до глубокой осени. А это гортензия «Даймонд Руж». Видите, уже окрашивается в розовый цвет и со временем станет ярко-красного цвета соцветия. А это «Сандей Фрейс». Очень компактный кустарник. Среди гортензии считается низкорослым сортом, то есть где-то метр высотой. И с возрастом будет где-то полтора метра шириной куст. Небольшие соцветия, но очень быстро они окрашиваются в такой нежно-нежный розовый цвет. Для того, чтобы появилась возможность участвовать в крупных проектах, садовый центр в Курумыче существенно вырос и сам. Расширил территорию и сферу деятельности. И самое новое наше направление деятельности – это выращивание растений в грунте. Территория около 10 гектаров, и где мы посадили в этом году 255 тысяч растений. Это, конечно, гортензии, кустарники, хвойники и плодовые. Это малина, яблоня, ежевика и жимолость. И осенью мы уже будем часть растений выкапывать, а некоторые растения, те же хвойники, будут расти два либо три года. Мы будем смотреть за ними и выбирать те растения, которые у нас лучше всего будут расти, и набирать свою массу. И, конечно, будем изучать покупательский спрос и выращивать те растения, которые лучше будут зимовать в наших условиях. В российских регионах продолжается процесс импортозамещения. На замену привозных иностранных саженцев в Большом питомнике центра Веры Глуховой выращивается целая коллекция деревьев и кустарников для садоводов. Только одних яблонь, адаптированных к самарскому климату, весной там будет 25 тысяч. Своё достижение садоводы представили на выставке «Золотая осень» в столице России. Часто спрашивают, знаете, можно ли, например, шелковицу, можно ли мандарины, абрикосы. Абрикосы ещё есть сорта. Часто спрашивают персики. Два сорта сейчас есть персиков. Но я всегда говорю, давайте будем экспериментировать вместе. Всегда есть такие культуры, которые мы вместе с нашими покупателями начинаем пробовать и продвигать в нашем регионе. Климат меняется. Зимы тоже не такие суровые, как были 30-50 лет назад. Климат меняется, и поэтому мы можем предлагать всё больше и больше культур. Но я никогда, саженцы плодовых деревьев и кустарников, мы не предлагаем европейские, не предлагаем всё-таки с южных регионов. Они не адаптированы к нашему региону. Импортозамещение и экспорт – две задачи российского АПК на ближайший год. Эти направления будут поддерживаться государством. Последние три года мы заметили, что потребность в саженцах плодовых растений выросла в два с половиной раза. Первое – люди хотят экологически чистые продукты. И второе – это, конечно, подспорье. Для многих людей дача стала, как в советское время, каким-то подспорьем, когда, особенно у пенсионеров, маленькие пенсии, мы же ничего не придумываем. Маленькие пенсии и дача, огород стала подспорьем. А для многих это стало местом отдыха. В нашем садовом центре саженцы плодовых растений привезены из восьми питомников. Именно российских. И мы выбираем те регионы, в которых растения будут… Мы выбираем регионы, близкие к нашему климату. У нас нет растений с Краснодарского края, с Молдавии, с Узбекистана. То есть это всё-таки Нижегородская область, Мичуринск, это Тюмень, это Подмосковье. Всё, что выросло за лето, необходимо сохранить до следующего сезона. А значит, осенью вновь начинается горячая пора в садовом центре Веры Глуховой. На 2019 год уже есть большие планы. Мы сюда пришли на чистое поле. Дороги мы сделали, свет мы сами сделали. А подключение к газу пока проблема. И это очень дорого. Будет газ, значит, мы сможем делать сами черенкование. Это уже облегчит и уменьшит себестоимость продукции. То есть мы можем охватить все этапы роста растений. И черенкование, и выращивание в грунте, и все остальные этапы. Это в планах сейчас, если вот мы вопрос ещё, наверное. Мы, в принципе, могли бы сейчас, я посмотрела в этом году, вот год-два, и мы уже увидим, что нам земли будет мало даже. Недостаточно. То есть мы можем с отработанной технологией брать больше площади. А уже в декабре, когда до самого долгожданного события остаётся совсем немного, для жителей областной столицы вновь приготовлены новинки. Любителям флористического декора предлагают разнообразные цветочные корзины и праздничные веночки. Впервые мы привезли в Самару пихту Нормандиана к Новому году. В Европе вообще принято ставить на Новый год только пихты. Не осыпается, не колется, имеет тёмно-зелёный изумрудный цвет. Очень компактное, красивое. Прекрасное настроение к Новому году. Настолько красиво. Смотрите, вот вы когда-нибудь видели, чтобы сосна вот такая продавалась? Обычно у сосны один ярус, второй ярус и третий ярус. И такие довольно голые ветки. И такие тоненькие иголки. И они не имеют такой тёмно-зелёный изумрудный цвет. Они более светло-зелёные. Ну, может быть, их ещё давно срезали, а здесь даже не видно несущего ствола. Полностью закрыто. Мне кажется, на эти пихты не нужно даже вешать много игрушек, чтобы не потерять красоту дерева. А вот эти маленькие живые кипарисыка великолепно будут расти в квартире. Единственное, для них нужно будет выбрать более прохладное и светлое место. Если её очень жарко, опрыскивайте. Они будут расти. Вот она готовая, новогодняя ёлка. Праздничная суета не расстроит планов на новый 2019 год. Уже сейчас часть работ к весеннему сезону в садовом центре Веры Глуховой сделана. И в теплицах прорастают несколько сотен голландских луковиц, чтобы вновь очаровать своей нежностью и ароматом уставших от зимних холодов прекрасных женщин губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова